всем привет дорогие мои друзья меня зовут жанна и я всех рада приветствовать на своем канале мы с утра пораньше направляемся к моей подружке она сегодня улетает и нам надо ее проводить в аэропорт она летит домой в россию какое счастье наконец-то вместе с ребеночком с девочкой асунтой и мы сейчас их заберем и отвезем в аэропорт массиво салюта тут и утром но будем провожать в общем моих мне очень грустно я тоже хочу домой и я тоже скоро полечу уже домой я уже даже билеты купила так что ждите привет привет ну поздоровайся дома иди сюда скажи мне куда ты едешь и сюда скажи куда ты едешь аруся но ты должна только по русски говоришь а то тебя там не пустят руссия вай аспетта dobbiamo петтинare i capelli и но 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 манна бене куси куэма сэй прон та сэй прон та сэй прон та мама sei contenta che parte in russia brava aspetto a мама però aspetta a мама vai a vedere se li deve aiutare un po e la borsa no la borsa la devi aiutare a portare e vai prendi qualcosa mamma asunto devi prendere qualcosina mamma si faccio vedere si no questo no quella e che cosa la maglietta massimo è andato mettere la borsa valigia asunto in allora faccio io asunto io posso fare vero asunto ты готова asunto полетим asunto полетишь с мамой да ну покажи сюда лицо на меня почему нет не хочешь мне лицо показать пупсик пока я пошла тогда пока должна тебя тоже диануся ну чё ты готова 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 люблю вас ждите меня да аспекта pura suntina de so vedi salutate massimo siamo бронки vieni qua vieni qua e colacqua все зарегистрировали их отправили багаж тампоны не нужны зря только на деньги заплатила 120 евро выкинула зря так что мы будем тоже уже с опытом да 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 идем идем спасибо на делай пока скажи на на привет разыгралась разыгралась наша детеныша разыгралась наша детеныша детка иди сюда давай ручную кладь все заставляют вставлять в ящики если не проходит по ящику то или выгружай или выбрасывай такие суровые закончики ну хорошо хоть тампоны не надо делать всем еще раз привет мои друзья ну мы вернулись с неаполя мы вернулись мы ездили в неаполь провожали мою подругу отвозили ее в аэропорт так как муж ее на работе и надо было ее отвезти в аэропорт я узнала для российских граждан которые имеют российское гражданство тест никакой делать не надо нас делала 2 заплатила потому что надо было молекулара делать более развернутый она заплатила 120 евро считай выкинула 120 евро на себя и на ребенка по 60 евро оказывается его делать не надо было вот это меня очень тоже обрадовала потому что мы тоже вдвоем я и моя дочь скоро полетим и в общем нам не надо делать то есть потом там есть такие ящички наверное уже тоже знаете где вставляется ручная кладь если туда не попадает ваша ручная кладь не проходит по меркам такой железный ящик и я потом поставлю фото если туда не входит то вы не пронесете или должны будете убрать до тех пор пока пройдет в этот ящик или же просто выбросите к одной женщине прицепились потому что сумка была великовата и видно было что внутри есть еще место ну просто объем сумки был такой немножко громоздкий что к ней прицепились конкретно а я смотрю со стороны и подсказываю ей с этой стороны внизу потому что я была за таким столбом колонна и меня не было видно я говорю вот этот край у вас не проходит помните замните загните впихните и она меня слушала и бедная им говорит сейчас сейчас одну минуточку сейчас я засуну сейчас я засуну я говорю утрамбуйте там видно было сумка мягкая поэтому вещи там что там не будет же такое крепкое что не помнется и она она его и и так и сяк и в общем она его впихнула что у нас из нижней дырки и выскочил ну в общем она в итоге она сдала в багаж но хотя бы бесплатно что касается моей как кофемашинке которую я должна вести с собой я тоже спросила она у меня ни за что не войдет эти параметры которые там предоставлены но я спросила у нашей представительницы девушки с аэропорта аэрофлота компании аэрофлот я спросила объяснила что у меня такая коробка будет что мне делать и потому что она даже без коробки у меня не не пойдет туда там очень узкая узкая размер очень узкий не проходит не пройдет ни за что я спросила у этой девушки она сказала я же будешь здесь и я вам сделаю чтобы вы бесплатно сдали в багаж посмотрим потому что да я бы тоже упаковала ее в свою родную коробку и таким образом бы я просто его сдала в багаж не платив как второй багаж потому что второй багаж там долго мне сказали около 80 евро что ну вот в общем все хорошо сейчас я уже дома попиваю кофеек на балконе пока еще не совсем печет хотя уже больше 30 градусов но еще птички поют птички поют а я вам хотела показать свои цветочки которые у меня здесь на моем столике сейчас покажу вам так вот видите у меня тут столик стоит и мои маленькие цветочки они у меня разрастаются вот такое денежное дерево у меня но это другой сорт у него остренькие кончики вот видите него кончики заостренные обычно денежное дерево ну вот такое обычное у него кончики листьев вот круглые видите такие хорошие вот у меня там стоит другой сорт я его привозила с россии не его дарила моя сестра но она уже выросла вот такое большое и вы знаете его побил град и я смогла спасти только вот это но но слава богу прижилось и разрослось а здесь у меня вот такой тоже из маленького отрастает вот эта каменная роза она была такая огромная вот в этом во всем горшке она была такая большая почему-то она потом по обсыпала свои листочки и вот я заметила что она дает один маленький детеныш а это я засадила сюда большой лепесток тоже в надежде что что он даст что-то мне внизу потом меня тут еще есть один горшочек снизу вот тоже мне дало из листочка дало такие маленькие это тот сорт который заостренный тоже дало здесь боку тоже ждем что нам даст вот такой лепесток посмотрим что из них получится надеюсь они не погибнут пока я приеду через месяц где-то земля немного влажная вчера поливала тут она даже еще влажненькая видите такая они не любят сильно мокрая поэтому поэтому вот так лучше мы будем ждать под столом посидеть себе там вот мой небольшой огородик цветочный а теперь буду ждать новостей от моей дианушке когда долетят но это будет вечером ребенок уже был уставший она должна ждать в москве еще вылет у нее будет только завтра она там в гостиницу пойдет так что все будет хорошо дорогие мои друзья ну вот на сегодня пока так пока пока вам всем